Так, вчера мы замариновали ребра, сегодня мы их жарим, выкладываем на решетку. А мариновали просто в луке, больше ничего не использовали? Лук, чеснок или чеснок нет? Вчера говорили, мариновали как шашлык, лук, соль, перец, все, больше ничего. То есть, в принципе, главный маринад это лук, да? Да, мы выкладываем их, убираем лук, потому что он быстро сгорит. В принципе, можно же использовать и шампуры. Ну, ты не наденешь вот это, вот это косточки. Ну, в принципе, это те, которые можно надеть, можно же использовать? Может, один кусочек поместится. Ну, все, оставляем. Вон там второй слой не ложим. Поздненько просто кладем. Так, вчера, когда мариновали ребра, там было мякоти много на ребрах, и мы с вами решили, что мякоть мы пожарим оставшуюся на шампурах. Значит, мы вот делаем это вот примерно так. Опять же, маринад какой? Тот же самый, в том же мариновали, как шашлык. Соль, перец, лук. Без кефира, без вина, без пива, без ничего. Лук дает мягкость, не высушивает волокна весны. То есть, только лук, да? Маринад, основной маринад лук. Нам попались косточки, но это не косточки, это хрящики. Поэтому их можно использовать точно так же, как шашлык. Нанизываем, утрамбовываем. Тут у нас ничего не осталось. Все. Это будет у нас одна палочка шашлыка. Сейчас мы найдем местечко, не сильно жаркое, потому что мясо нежное, ему не надо сильный жар. Ну, как-то так. Так, переворачиваем. Вот. Ух ты, красиво. Это еще не надо переворачивать. Сейчас мы не переворачиваем, чтобы не высушить волокна. Огонь тушим? Да, от жира капает. Капает жир, загорается огонь. Видно, с этой стороны больше жира на мясе. Вообще, может, какое-то дело все это ворочить. Это красиво. Что, пора снимать. Снимаем готовый шашлык. Наши ребра. Ну вот, они у нас теперь готовы. Так, если что-то переложу шашлычок. Так, вот такие получились у нас ребрышки. Ну, в принципе, все с ними, да? Ну, да. Напускаем ее нахожу. Пока-пока. fields. uploading started.